В далеком 1896 году у Дмитриевской башни открывают единый Нижегородский городской художественно-исторический музей. А таком музея сейчас мало кто помнит, но почти каждый знает о двух других знаменитых объектах – художественном музее в Кремле и историко-архитектурном музее-заповеднике. Именно они 120 лет назад открывались как единый музей и разделились в 1934 году. Коллекция слишком выросла для одного помещения. По количеству экспонатов, то есть мы крупнейший музей Приволжского федерального округа. Накоплены очень большие коллекции, это 337 тысяч единиц хранения. Тенденция пополнения фондов, она ежегодно порядка 10 тысяч экспонатов. Оба знаменитых музея отмечают 120-летний юбилей в период расцвета. Здесь выставляются мировые шедевры и с каждым годом приходят все больше посетителей. Впервые в Нижний Новгород мы привезли крупнейшего европейского семейства художников – это Брейгели. Работа из частной коллекции, которая являлась вообще международной премьерой, потому что такие работы не показывались ни в Москве, ни в мире. 14 произведений уникальнейших просто. Российские и мировые эксперты высоко оценивают развитие музейного дела в Нижегородской области, отмечают уникальность коллекции, представленных в Нижегородских музеях, что подтверждает статус региона как культурного центра страны. Я удивлен. Развитие этих музеев отличное по сравнению с немецкими музеями, которые останутся на ниву таком же, как раньше было. Но здесь я заметил большое развитие музеев, и это мне очень нравится. Коллекции, которые хранят ваши музеи, они сами по себе уникальны. И вот та русская живопись, та западноевропейская живопись, чтобы вы поняли уровень ваших музейных коллекций, у вас здесь то, что называется «Пасется и Третьяковка», которая с большим удовольствием берет вещи из вашего музея. Мы в наш музей неоднократно брали вещи. Кроме выставления редких коллекций, музейное дело в регионе развивается и за счет открытия новых культурных объектов. Например, благодаря поддержке областного бюджета начинает работать первый государственный технический музей в Нижнем Новгороде. У нас каждый год открывается все новые и новые музеи, открываются новые экспозиции, появляются новые площади. Ну, например, вы знаете, что коллекционер Хуртин собрал огромное количество различной техники и назвал это техническим музеем. У него не было площадей. Губернатор выделил помещение, и мы совместно с Государственным историкой архитектурным музеем-заповедником открыли новые площади. Надо было прийти в город к настоящему хозяину, лидеру. Сегодня мы имеем Нижненовгород в том виде, в котором его замышляли отцы-создатели этого действительно потрясающего русского города на Волге. Ну и, конечно, еще одной причиной нашего частого появления здесь является репутация Нижненовгорода как крупнейшего музыкального, театрального, образовательного, научного центра. Юбилейные торжества, посвященные 120-летию художественного и историко-архитектурного музеев, проходят на обеих площадках с 5 по 7 октября. Екатерина Белинская, Юлия Короткова, Алексей Завылов. Объективно. ННТВ.